Звоните своему собственнику, пусть он оплатит, у вас в нее задолжение 12 тысяч рублей. Спокойная жизнь у злостных должников закончилась до тех пор, пока квитанции за свет не будут оплачены. Отключение квартиры неплательщик от электроэнергии – мера крайняя, но вынужденная. Мы можем понять людей, войти в их положение. Они приезжают к нам в офис, пишут рассрочку, директор рассматривает. Если дают положительный ответ, людям оставляется свет. В течение трех месяцев они должны погасить. Но лояльные отношения понимают не все. В Джигинке, в доме на улице Заводской, 80% жильцов накопили долги за свет. Обслуживающая организация отказывается предоставлять услуги должникам. В итоге 13 квартир отключены от электроэнергии. Глава сельского округа Андрей Николаевич их также собирал и уведомлял о том, что в связи с большой задолженностью перед поставщиками коммунальных услуг этих квартир могут погасить полностью дом. Но благодаря ему дом не обесточили, а только по квартирному выключили свет людям, не плательщикам. Иждивенчество. По-другому отношения злостных должников к оплате счетов не назовешь. Бороться с позицией «я вам не обязан» приходится такими же методами. Поставлять в квартиру недобросовестного собственника свет и воду тоже никто не обязан.